27 января государственное информационное агентство Апсны Пресс опубликовало открытое письмо руководителя аппарата Верховного суда Абхазии Джамала Гогия. В нем он утверждает, что прошедшая недавно оптимизация штата аппарата Верховного суда, в ходе которой в том числе была сокращена должность руководителя аппарата, это его завуалированное увольнение за интервью ресурсу Эхо Кавказа. При этом Джамал Гогия утверждает, что до этого за пять лет работы в Верховном суде никаких конфликтов с председателем Мананой Делба у него не было. У меня с председателем Верховного суда были и остаются чисто рабочие отношения. Она председатель Верховного суда, я руководитель аппарата пока еще Верховного суда, поэтому никаких конфликтов, ничего не предшествовало этому событию. Здесь, видимо, разошлись наши мнения в части необходимости взаимодействия со средствами массовой информации. Предыстория такова. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в своем интервью абхазскому телевидению раскритиковал работу судов Абхазии в части преступлений против граждан России, совершенных гражданами Абхазии. В частности, посол привел пример дела об изнасиловании, которое 9 месяцев шло в суд и уже 10 месяцев находится на рассмотрении суда, хотя подозреваемый признал свою вину. В интервью Эхо-Кавказа Джимал Гогия подтверждает, что упомянутое дело все еще находится в суде, и этот факт дает основания полагать о возможных нарушениях, предусмотренных законодательством в сроках судопроизводства. Кроме того, Джимал Гогия подчеркнул, что сообщения в СМИ о недостойном поведении судьи достаточно, чтобы инициировать проверку. Согласно закону о судебной власти, инициаторами такой проверки могут быть председатель Верховного суда и председатель квалификационной коллегии судей. Что именно не понравилось председателю Верховного суда, содержание или сам факт интервью, Джималу Гогия не объяснили, но попросили уволиться по собственному желанию. Нет, мне никто ничего не объяснял, что не понравилось. И такого подробного разговора у меня не было детального. Было сказано, вот интервью мои вопросы, ответы на вопросы журналиста прошли в СМИ, и было сказано писать заявление об увольнении. Приказ, я как понимаю, в спешном порядке родился, потому что я 21 января обратился, проинформировал, что я не намерен добровольно писать заявление, уходить с работы. А во второй половине этого же дня меня канцелярия суда проинформировала о том, что моя штатная единица сокращена. Аппарат Верховного суда Абхазии состоит из трех отделов и 58 штатных единиц. В ходе последнего сокращения были ликвидированы только должность руководителя аппарата и одна штатная единица бухгалтера, которая оставалась вакантной с тех пор, как было добавлено в 2019 году. Почему при штатной оптимизации самой ненужной оказалась должность руководителя, Джимал Гогия ответит, затрудняется. В течение месяца процедуры пройдут, со мной может быть расторгнут трудовой договор и, соответственно, этой штатной единицы не будет в Верховном суде. На этот вопрос мне сложно ответить, потому что не я принимал решение о сокращении штатной единицы руководителя аппарата. И, кроме того, у меня есть свое мнение по этому поводу, но я как бы в рамках правового поля, как это должно быть в любом правовом государстве, я эти вопросы хочу вынести на рассмотрение суда. Да, в принципе, я уже обратился с соответствующим заявлением в Сухомский городской суд. И я очень надеюсь на то, что все это будет разрешено именно в правовом поле в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Так как Джимал Гогия уверен, что пострадал за сотрудничество со СМИ, при этом эти задачи входили в его должностные обязанности, заявлением в суд он надеется не только восстановить свои трудовые права, но и изменить сложившиеся традиции закрытости правоохранительных и судебных органов от СМИ. Одно из главных задач, которую надо решить на пути спряжения судебной власти и СМИ, это вот сломать старую психологию отношений. Так как СМИ это и есть одна единственная возможность донести до общества, до граждан правду о работе абхазского правосудия. И в этом направлении нужно работать. Да, сложно, да, не совсем возможно это приятно, когда вот... Но, коль мы сегодня приняли такие законы, которые полностью обеспечивают прозрачность судебной системы, открытость, это автоматизированная система, это возможность опубликования судебных актов, то постепенно мы должны приходить к тому, что СМИ это тот орган, который донесет до абхазского общества состояние дел в судебной системе. Телеканал Абаза ТВ обратился с официальным письмом на имя председателя Верховного суда Мананы Делба с просьбой прокомментировать мнение Джамала Гогия, высказанное в публикации в обсный пресс. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ.